Так, кстати, да, если кто знает, что такое Гочи Антика Уойкаса, то вот это аналог брендового материала. Но здесь они немножко пошли другим путем, они в Венецию, в Мурану, да, или как его там называют, да, Мурану, добавили такого тракотового, как назвать его, да, там, пудры, наверное, да, Кусть, на шаранте. Ну, на первый слой, что мы ложим, мы ложим на толщину вот этих краплений, то есть они такие, ну, это, может, ощущение, вот как будто бы, как кофе, мы в зернах, вот, наверное, помололи, хорошо помололи, вот это, наверное, экспрессом, да, кофе экспрессом, молотый кофе, вот такая пахта, вот этих терракотовых, молотого кирпича, вот, что еще, ну, и сколько там, его немного, там такие баночки, наверное, да, 50-граммовые. Вот такие вот, получается, да, две баночки, сколько здесь, 100-граммовые, 150-граммовые, сколько там написано здесь, и вот здесь наблюжки. 100-граммовые, 100-граммовые, получается, две такие баночки 100-граммовых на 15-гилограмм венец. Я эту историю только слышал, что ребята пробовали заменить вот этот таракотовый наполнитель молотым кофе. И тоже, говорят, получается такой же эффект, как римская штукатурка, Гоча Антика. Попробую сюда ближе, чтобы я показал им, как они рисуются. То есть положили материал толщиной в эти фракции. И потом, вот как волна набегает на берег и остаются на песке такие следы, от убежавшей волны. Вот такой же принцип, и когда мы наносим средиземноморскую штукатурку. То есть от шпателя мы его протянули и оставили след. Протянули в эту сторону, потом в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. Покажи им. Вот мы вытянули в прошлый раз вот эти все рустики, да, на средиземноморской. Теперь что мы делаем? Мы берем шпательочек и проходим по вот этим рустам аккуратно, чтобы их не повредить. То есть мы, получается, убиваем несколько зайцев. Мы снимаем лишние, да, там, заусинцы. То, что, например, может быть делали наждачкой. Вот это мы делаем все шпатами. Так получается, нет пыли. Если где-то мы сорвали, да, или где-то, если увидели, что нам не очень нравится какой-то рисунок, мы можем обратно-таки взять той же заварки и, ну, то, с того же материала и поправить. Второй момент. Мы сделали их меньше по высоте, значит, у нас нужно будет и меньше материала положить, когда будем выравнивать. Ну, когда будем уже последний слой ложить. То есть там нет такой необходимости, чтобы они торчали, как у Марселя. Потом, что еще можно отметить и добавить к этому сказанному. Вот первый слой мы делали в Венеции чистой, известковой. Но в этом нет необходимости. Это просто мы уже пришли уже на готовый материал. Если, например, мы сами делали его, ну, или вам бы порекомендовал, то первый слой можно сделать было и взять обычную акриловую шпаклевку, тоже ее отколеровать в цвет Венеции. И первый слой. Такой получается максимально, да, его количество. Где-то около килограмма пошло на квадрат. Это можно было сделать и шпаклевкой. Ну, а что касается уже материала, то можно, я уже сказал, как альтернативки нужно использовать тяжелоакриловые шпаклевки. Кофе вместо каракота на первый слой подложечный. И накрывать чистой шпаклевкой. Первый слой, ну, вернее, второй слой, а третьим слоем можно уже полировать, взять водоэмульсионную краску. Главное, чтобы она не чернила. Сначала проверить на образце, как она себя ведет. Вот, получается, мы положили материал. Да, тоже маним, что воском скрывать желательно после того, как Венеция хорошо высохнет. Хотя вы дайте ей пару дней высохнуть. Особенно, если это воск. Вот как мы будем работать таким, мы называем смалец. То есть, такой носки педари. Вот, он может, да, еще Венеция известковая, может, такая быть реакция была уже один раз. Когда она вступила в реакцию с Венецией, еще не высохшая. То есть, получается, я утром Венецию нанес, отполировал, и к вечеру я думал, что она уже подсохла. Ну, так, визуально пострел она, сухая. Вскрыл воском, таким вот этим, на скипедаре. И все, и он мигом вступил в реакцию с ней. И превратился такой белесый, белесые налеты. Вот, это было, конечно, такое печальное зрелище. Пришлось отачем-то его перемазывать по воску. Потому что уже не Венец, и ничего на него уже не легло. То есть, что здесь желательно? Здесь желательно, конечно, чтобы было, опять-таки, хороший инструмент, без зазубрин. Чтобы он не оставлял никаких... Если будет зазубринка здесь, да, побитый будет, то это все будет потом писать. Следы оставлять. Такие бороздочки на поверхности. Поэтому инструмент должен быть проверенный. Вот. И желательно убирать, я говорил, сухим. Ну, будем, может, так пойдет. Чтобы был сухой. А? А нам было, смотри. Сначала, ну, особых усилий таких не прикладываем. То есть, легкими такими движениями проходим сначала. Вытираем, опять-таки, шпатель. Средим, чтобы жало у него было. Ну, площадка была всегда чистая. Это одно из условий полировки по, ну, по мокрой, не, по полуподсукшей. Остатки материала мы удаляем. Если мы это не сделаем, не будем удалять остатки материала, то он, за счет чего получается эта полировка, получается фокус, как с помощью трения между поверхностью и шпателем возникает вот на кончике. Огромная температура там, может, до 600 градусов. И получается полимеризация материала. И получается вот эта вот корочка или пленочка блестящая. Поэтому не стоит там спешить. Как я уже сказал, да, потихоньку мы и раз прошли. И в конце вы почувствуете, как уже сначала она будет таким, вроде как, прихватывать, не будет скользить. Но с каждым движением она будет все послушней и послушней. Еще раз видите, да, что никаких титанических усилий я не прикладываю. И старайтесь тоже так же без фанатизма подходить к Венеции, к полировке. Тоже превращается трение. Мы потихоньку эту пленочку создаем. Если, например, мы сразу будем давить на Венецию, стараясь сразу добиться полировки, то что произойдет? Произойдет очень быстрое прихватывание материала этой пленки. И мы ее просто сорвем. А так как мы его постепенно уплотняем, подогреваем, кому кашу больше нравится, железним. Тут опираться можно. И вот когда мы уже почувствуем, что вот мы уже... Поверхность у нас уже не прихватывает. Тогда можно усилие чуть больше добавить. Но опять-таки чуть, я не говорю, что сильно, чуть-чуть можно усилие приложить больше. И когда она еще раз, мы подойдем к ней, то есть она еще у нас чуть прихватится, станет еще более податливой, можно будет еще чуть добавить усилие. По руке чувствуется, что вот в этом месте оно еще такое живое. Ну и так видно по освещению, что вот это место еще такое сыроватое. То есть мы можем подойти к ним и фильтруем. Так что, ребята, делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше. Да, покажи, что тут... Я им расскажу, на что можно обращать, если уже попадется им воск. Я говорю о воске, который на скипидаре. То есть есть воск, который на такой, да, как его, водной эмульсии. Как мы это называем? Горное мыло. А есть воск, который на скипидаре. Это вот этот, в частности, на скипидаре, от которого я не в большом восторге. По той причине, что... Ну, во-первых, он оставляет пятна. То есть где-то на углублениях или где-то не снял материал. Остается пятно, которое может остаться даже после высыхания. Вот, это один маневр. Второй маневр. Что полировать, получается, его тоже... Вот сейчас мы его нанесли. Вот, вот он верхушки вроде как прихватил, отполировал. А внизу оно получается такой матоватый. То есть приходится взять машинку, наверное, да, ну, эту полировочную и им еще доводить до ума. То есть есть небольшие нюансы. Поэтому, если у вас есть возможность взять воск не на скипидарной основе, то возьмите на не скипидарной. Вот, может быть, как раз будет видно, как ты там отражаешься.